друзья всем привет как сделать темную тему на сайте ну или если у вас темный сайт как сделать там светлую тему короче в этом видеоурок я вам все расскажу подробненько мы с вами все это сделаем увидим нюансы и как бы поймем как жить дальше с этим всем горем окей что нам нужно то есть во первых нам нужно какая-то жертва какой-то терпила на которого мы будем нажимать и будет меняться тема на сайте значит во первых я взял сайт сайт этот сайт мы с вами прекраснейшим образом когда-то с вами сверстали видите он такой беленький красивенький но я думаю будет прикольно если у него еще будет темная тема это будет вообще такое зловеще и шикарно значит задача наша какая первая мы лупим кнопку которая будет переключать эту тему то есть открываем код и давайте сейчас как бы задача не сделать красивую кнопку сейчас сделать задача функционально вот давайте где у нас вот здесь black white то да 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 вот у нас юелька заканчивается где у нас вот этот search и давайте просто сюда баттон баттон при собачьем и напишем чем 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 вот и и дадим этому баттону класс например чем 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 прикиньте какой-то класс и зададим есть это первое что мы с вами сделал второе что нам нужно сделать это ну давайте эту кнопочку немножечко в стилях что-то с ней сделаем давайте мы будем недалеко делать это не отходя от баги вот есть у нас баги а вот здесь мы сделаем эту кнопочку просто border ей еще один по x solid решетка 000 color тоже пусть будет черный padding там типа 1220 10 кнопкой кнопка курсор pointer есть то есть кнопочка у нас появилась вот она здесь есть а у нас автоматическое обновление поэтому все шикарно вот есть она давайте мы ей просто допишем например текстовом uppercase чтобы все буквы были большие дальше второе что нам нужно сделать сказать вам что с вариантов реализации вот этой идеи истории на сайте существует много можно через пирамид переменные это как бы более предпочтительно мы не будем сейчас делать через переменные потому что у нас уже есть сайт и нам как бы ну то есть сейчас пример немножечко другой чтобы вы поняли основной принцип а вообще когда проектируется сайт ну то есть даже не проектируется когда вот вам дали сайт и вы ставите вы сразу видите что там есть кнопка переключения тем то есть вы понимаете что будет разные темы вы это сразу уже закладываете и будете делать верстать блоки соответствующим образом я вам объясню когда мы с вами это сделаем что я имею ввиду то есть более наглядно на практике а на body нам нужно сделать два класса повесить например когда у нас например light тема и когда у нас продублировать dark тема вот соответственно когда у нас light тема то по сути у нас ничего не меняет а все остается так как есть цвет остается вот такой правильно правильно так давайте я подумаю до цвет остается вот так ну как бы цвет остается остается а background color кожа типа остается белым ничего пока давайте давайте мы вот так вот сделаем цвет черный background color белый ну то есть тот который у нас сейчас есть вот одержали у нас тема черная то тогда цвет у нас белый до всего шрифта а background color у нас черный можно ставить черный можно ставить там какой-нибудь менее там типа 12 12 12 знаете любят дизайнер вот здесь тоже вот видите черный но 15 16 18 давайте сделаем background color 15 16 18 мы соответственно здесь это такое окей то есть мы сделали вот такую вот штуку у меня дофига открыто браузера потому что уже час ночи мало браузеров такого человека не может быть открыто и так теперь давайте представим если вот этот класс мы добавим на body добавим на body пишем здесь класс и добавили темную тему соответственно мы переходим и видим что сайт почернел соответственно body стал темным видите некоторые блоки короче то есть в принципе уже 50 процентов сделано единственная проблема заключается в том что нам нужно чтобы это делалось при клике на кнопку они просто делалось и я нужно обсудить некоторые нюансы да то есть мы не видим логотип вот тут какая-то хрена тень в общем и так далее кстати после видоса когда я верстал этот сайт спасибо вам великие подписчики что сказали что вот этот чай называется у теперь я как бы более мощный тип вот то есть качаемся мы на самом-то деле с вами вместе значит смотрите dark окей dark но по умолчанию у нас light соответственно мы можем вот здесь поставить light это пол по дефолту все шикарно значит чтобы сделать переключала у нам нужно с вами то есть мы сделали некоторые подготовительные работы первые сейчас мы сделаем функционал файлы javascript а после того как мы его сделаем мы порешаем с косяками и дам какой-то напутственного фразочку имеется ввиду что тут есть особенности то есть мы первое что мы должны найти терпила то есть терпила у нас называется как-то мбтм да или замки change them то есть я пишу документ query selector и здесь пишу атаку change them дальше мы ставим здесь точку и пишем это event листами открываем круглые скобки круглые скобках мы пишем давайте так чтобы вам было хорошенько видно мы пишем собой ну как бы этого и стандарт то есть мы отслеживаем какой-то event с этой штукой мы на нее будем кликать поэтому мы пишем клик и естественно без фанкшен но не обойдется потому что нам нужно чтобы это все делалось многоразовая история правильно что каждый раз новый год писать вот фанкшен окей и теперь нам нужно написать простое условие если давайте если у нас значит тема на данный момент там такая-то такая-то значит нужно поменять на другую если другая значит на третью то есть вот но изначально нам нужно тогда если мы будем писать это условия понять какая тема сейчас на сайте у нас находится поэтому мы создадим некоторую каста константу назовем ее ну типа зэм 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 давайте корзин и найдем значит мы напишем документ баде спасибо за методы которые есть у нас бани и и классные здесь у нас есть такой типу ли классные то есть все теперь вот это вот переменная там константа она содержит она содержит ту тему которая у нас есть соответственно если у нас сейчас белая тема на сайте используется light то нам нужно чтобы у баде то есть документ баде классный присвоить значение дарк темной теме и соответственно если тема у нас черное то нужно присвоить белое мы вот здесь пишем в следующем следующей истории давайте посмотрим что из этого вышло то есть у нас надеюсь произошло обновление мы кликаем тема стала черной мы кликаем тема стала светлой то есть все прекрасно работает как песочные часы главное не разбить теперь надо порешать с косяками и так первый косяк который мы видим явно это вот он кнопочка как бы немного не по себе и случилось давайте я вот это вот так то есть как бы нашел кто находится в бане если находится одно написал такой если находится другой написал вот такой это обычный javascript обычное условие if else ежели то тогда или вот то есть вот такая вот история что нам нужно дальше нам дальше нужно давайте я переведу вот сюда вставил css и мы написали баде вот такую вот историю теперь смотрите как мы можем порешать знать с нашей кнопкой change them то есть у она у нас по умолчанию черное соответственно мы должны написать ежели на баде давайте мы ее ниже тогда разместим чтобы у нас ничего не сломалось если на баде используется темная тема то тогда наша кнопка вот это должна измениться у нее должны поменяться только вот эти два все со свойства оба оба то есть соответственно цвет должен стать белый и рамочка тоже должна стать белая то есть мы здесь пишем ff вот есть теперь смотрим что у нас из этого вышла то есть мы кликаем прекрасно то есть мы решили вот эту проблему давайте перед тем как мы поговорим про все остальные проблемы которые у нас здесь вас остались мы с вами сделаем следующую манипуляцию то есть мы она слишком короче вот так вот тупо быстро меняется до чтобы этого быстрого смены не было давайте мы немножечко его сделаем плавности соответственно мы вот здесь на бане напишем транзишен напишем бэкграунд background color чтобы только вот это свойство у нас анимировалась . 3 секунды из например это тип анимации как она происходит а это кого мы будем анимировать то есть мы будем делать переход со светлой темы на черную тему и наоборот за 0 3 секунды то есть где-то там триста тридцать три миллисекунды вот такая вот история это уже более приятно более наглядно работает вот теперь мы с вами можем смело поговорить о том что я говорил начале видоса по поводу того что если вы видите что у вас на сайте есть кнопка которая переключает вот эту всю не будем назвать эту всю историю то вы изначально должны проектировать ну например да то есть если ты я знал что эта кнопка будет я бы соответственно вот эти значки и сидит же не вставлял вот как картинки а всталя баб как и сиджи спрайт потому что вот если мы возьмем например вот эту же там например нашу лупу и где там какой-нибудь вот сейчас виджи вот видите все отчете живот у нее есть этот фил 15 16 18 до соответственно я бы сделал так чтобы при клике да у нее фил был белый и соответственно но было бы все органически ну и точно так же со всеми остальными там карт и так далее со всеми остальными у каждого есть какой-нибудь свой фил фил хит на пример вот это первое что нам нужно было бы сделать поменять и свитже второе чтобы давайте сделаем темную тему чтобы видусь все свитже на сайте нужно поменять второе что нам нужно сделать при этой теме это вот видите мы поскольку тема светлая и я решил сэкономить пространство то здесь мы вставляли вот эти картинки ведь я как формат jpeg они как формат пинджи соответственно я бы это понимал что фон может меняться и тогда бы вырезал картинки уже в формате пинджи тем самым здесь тут я вообще не запаривался дальше обратите внимание что есть участки сайта там где у нас такой типа я не знаю молочный кофе с молоком молоко с кофе очень много молока мало кофе цвет хотя какое кофе есть этот про чай то ну то есть здесь короче катастрофа этот катастрофа у нас находится по секции ревьюс вот видите ревьюс соответственно теперь я должен что сделать то что я сейчас покажу так не следует делать но я хочу вас научить то есть я беру нахожу вот эту вот штуку видите вот у нее есть background color вот такой я должен написать что ешь ли у нас есть класс dark то тогда у ревьюса должен быть например color у шрифта вот этот 15 16 18 вот видите теперь это красиво смотрится вот я поменял соответственно такое же мне нужно и сделать для вот этого блока там с контактами вот mailing list то есть для mailing листа мне нужно по сути сделать такое же самое ну то есть но вот смотрите обратите внимание допустим это сейчас делаю вот я могу вот так вот и вот так вот его типа модифицировать немножечко вот видите то есть она уже стало лучше но еще нужно кнопочку делать ей background color transparent ну или там подумать как нужно в зависимости от дизайна в чем короче ситуация плохо да ну то есть потому что само по себе вот такие вот истории не если один вложен в другой но смотрится некрасиво тем более у нас есть современные возможности css то есть было бы круче использовать просто переменные благодаря переменных просто выставлять зависимости там dark или light тема вставлять изначально когда верстали изначально вставлять эти переменные тогда потом нам нужно было только в коротеньком списке проводить какие-то модификации да вот это было бы примечательное то есть это когда мы заранее что-то знаем но если не знаем то уже там дальше зависимостью от ситуации как нам проще что-то изменить вот поэтому там да мы не можем однозначно с вами отвечать на ну и точно также скутером да мы не можем с вами однозначно отвечать на такой вопрос как правильно там вставлять если же картинками или кодом да если вы все зависит от каких-то исходных данных хорошо друзья значит если вам вот это интересная штука то напишите в комментариях например чтобы я вам как-то показал есть возможность например делать так чтобы на вашем сайте вот вы знаете укажет кого-то там windows у кого-то на мак у вас есть какая-то дефолтная тема у меня дефолтная тема на винде черная черные папки короче всякое такое кого-то там на маке тоже темная тема вот соответственно можно сделать так чтобы браузер типа считывал изначально сайт у вас открывался черный это можно конечно для безобразия там усовершенствовать на я какого-то джарвиса который будет зависимости от времени суток менять вам тему сайта потому что у меня бывает кое-что типа в комнате темно я работаю ночью то соответственно я люблю темные темы использовать если светло то мне пофиг светлая тема и темные типа не прикольно в этом это тоже можно реализовать черканьте я буду знать об этом хотя бы хорошо друзья хочу вам сказать что совсем скоро стартует мой курс по верстке сайтов там где я полностью вас обучаю верстки сайта вот самого начала до самого финальчика то есть мы с вами проходим через разные этапы верстки от самых начальных там где мы просто изучаем маржины падинги и схлопывание маржинов как бороться как не бороться когда оставить высоту когда не ставить высоту счет каких-то элементарных просто все со свой элементарных знаний и сразу же ну и быстренько 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 добираемся до очень сложных вещей не максимально курс практически то есть а максимально на практике всех обучаю то есть курс совсем скоро финал очка данного курса это верстка большого интернет-магазина на 12 страниц который верстается прикиньте вы начинаете мы изучаем вот просто элементарное действие маржины падинги трансформы транзишны флексы гриды все на на практике опять же потому что сухая теория нафиг никому не надо а вот то есть вот самых таких как бы чтобы понимали ориентировались в пространстве да а заканчиваем мы с вами версткой вы берете сборку галп собственного производства да вы понимаете в ней ориентируйтесь не знаете как там что нужно делать что подключать что отключать вы можете делать и верстку вашу модульную то есть у вас идет отдельно хедер отдельно футер отдельно какие-то секции блоки которые будут повторяться на сайте вы это все каждое свое действие но там в зависимости от логической какой-то части в это все отправляете комитете на гид вы это все скачиваете то есть у вас идет полная синхронизация и вы ну как бы ведете так свою работу сразу уже готовитесь к тому как это будет в реальной во взрослой жизни более того да то есть в процессе верстки этих 12 страниц нас будет ждать это как какой-то когда как проходишь какую-то видео игру то есть у вас вы встретите много разных монстров и боссов а боссы в интернет магазинах только такие как свертать правильно карточку товаров как правильно сверстать раздел с блогом как правильно сверстать там статьи в этом блоге то что есть особенности как свертать хлебные крошки аккордеон как подключить карту как ее застелить как делать вот эти все правильно чик боксы радиокнопки как взять погенацию на сайте как сделать вот эти вот все штуки там где регистрация на сайте короче там целый пока ванглёрстки вот вот это все вы а будь этому всему я вас научу до чтобы вы для себя закрыли поэтому опрос и финалочка курса это будет большая лекция по поводу того как устроиться на работу что нужно работодателю какие будут задавать вопросы какие будут давать нам ответы какие вы им будете давать ответы на его вопросы то есть какие деньги вы можете зарабатывать и так далее то есть как будет проходить работа в команде вообще если вы верстальщик и также по поводу фриланса потому что это очень актуальная тема фриланс там я расскажу по поводу какие бывают заказчики с какими нужно работать ими не нужно работать как взять заказчика постоянного заказчика как взять чтобы заказчик ходила на автобусные остановки и клеил объявления чтоб люди к вам шли делать сайт ну то есть как чтобы он рассказывал своим друзьям коллегам и всем маршрутки может ваш заказчик водитель маршрутки короче я дело в том что фриланса все мы типа слышали фриланс 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 а там ну прям целый мир понимаете там целый мир там определенные законы по поводу там какие должны быть договора какие не договора где искать и заказчиков тебе не прячутся как устанавливать цену за свою работу как закладывать время за свою работу и так далее там ну короче пока ваня весь свой опыт взял вот так вот соорудил и передаю вам чтобы вы ну потом легче короче зацепились за всю нужную историю как-то так короче переключать делайте себе перечень на как майнкрафте речи и значит на сайтах и переключайте темы и наслаждайтесь жизнь теперь ваша тема эта тема не будут вас как бы никак пугать вы на типа посмотрели можете реализовать эту историю и будет как бы nice ok хорошо всем спасибо за внимание увидимся с вами в следующем видосе